Есть еще один алгоритм, который очень похож на стахастический градиентный спуск с моментум. Выглядит он следующим образом. Новые параметры будут равны старые параметры минус скорость обучения умножить на экспоненциальное скользящее среднее градиента лос-функции в момент времени t. Что такое экспоненциальное скользящее среднее? Экспоненциальное скользящее среднее от некоторой функции f в момент времени t с параметром β будет равняться 1 минус β функция в этот момент времени t плюс β умножить на экспоненциальное скользящее среднее функции f, которое было вычислено в предыдущий момент времени. Это практически то же самое, что обычный стахастический градиентный спуск с импульсом. Почему? В стахастическом градиентном спуске с импульсом у нас к скорости прибавлялись градиенты лос-функции, а здесь у нас к координате прибавляются усредненные градиенты лос-функции. То есть раньше усреднение происходило в параметре скорости, а теперь усреднение происходит в экспоненциальном скользящем среднем. В остальном это практически идентичные вещи. И вот здесь вот очень понятно, почему у нас в экспоненциальном скользящем среднем от градиента лос-функции зануляется компонента, которая вдоль вот этого направления, вдоль которого градиент мечется, и не зануляется компонента, которая вдоль вот этого направления. Потому что вдоль первого направления у нас постоянно изменяется знак градиента, а вот вдоль вот этого направления у нас в среднем далеко не ноль. Поэтому у нас постоянно будет какая-то скорость вдоль второго направления, и нулевая скорость вдоль первого направления.